я приветствую друзья это канал веселый инженер меня зовут андрей в этом выпуске мы рассмотрим допуски формы и положения поверхностей под подшипник вы очень давно меня просили сделать такой видеоролик я его сделал материалы взял я с госта 33 25 85 года поля допусков и технические требования к посадочным поверхностям валов и корпусов посадочки поехали и так что же такое базовой поверхности но естественно есть несколько случаев когда подшипник прессуется в какую-то корпусную деталь либо подшипник прессуется на вал в данном случае если подшипник прессуется в корпусную деталь то его базовые поверхности это наружный диаметр которым проявляются специфические так сказать требования до технически и торец опорный опорный туризм должен быть потому что до какого-то момента естественно подшипник должен запрессовывать второй вариант это же допустим уж и уже это же подшипник прессуется на какой-то вал соответственно здесь базовой поверхности для него будут наружный диаметр вала на который он собственно говоря и запрессовывается также торец этого вала в который он в итоге упирается после запрессовки вот это и есть базовые поверхности естественно к этим базовым поверхностям примет применяют определенную частоту то есть должна быть шероховатость на хорошем уровне но какая ну вот примеру в зависимости конечно от диаметра до подшипников параметры шероховатость будут меняться но возьмем самое популярное допустим вал до класс точности подшипника 65 и диаметр до 80 соответственно шероховатость у нас должна быть в пределах не более 063 микрометра отверстие корпусов в принципе тоже самое аналогичное и легко запомнить опорных торцев заплечников валов и корпусов будут примерно в два раза она будет выше до шероховатость то есть она будет как это сказать хуже в два раза для торцев она будет два раза хуже ведь 125 допустим если 0 дату два с половиной тут 063 тут 125 ну в принципе плюс-минус в два раза и так это чтобы проще вам запоминать допуски формы и положения поверхностей и так вал смотрите если у нас вал вот наша посадочная поверхность дамы с шероховатостью и ему уже разобрались ну здесь применяется еще радиальное биение также мы видим что к диаметру посадочному есть допуск круглости видите такой кружочек и допуск профиля продольного сечения вот такие две полосочки да это допуск профиля продольного сечения если же корпус да то есть ничего особо не меняется но здесь уже к этому диаметру внутреннему применяются допуск круглостей допуск профиля продольного сечения и к торцу который является опорным внутри нашей корпусной детали также применяется радиальное биение какие же числовые значения где брать числовые значения естественных надо брать из густа который я вам в самом начале показал там есть вот такие таблички допустим по допуск торцевого биения заплечников валов в микрометрах выбирается кстати да от класса точности подшипников и от номинального диаметра что касается допуска круглости вот я вам немножко напомню допуск круглости и допуск профиля продольного сечения вот так он выглядит да тоже выбирается по таблицам как выбирается в следующим образом берем номинальный диаметр допустим в пределе 50 до 80 от 50 до 80 миллиметров это такой ну самый популярный наверное да и шестой класс точности подшипников соответственно допуск торцевого биения в данном случае равен 19 микрометров с допустим улучшением точности подшипников да чем точнее подшипник тем и требования более жесткие то же самое и здесь допуск профиля продольного сечения берем 0 нормальный подшипник и 6 до самая популярная и это же диапазон размера свыше 50 до 80 получаем допуск профиля продольного сечения 5 микрометров и соответственно допуск круглости тоже будет 5 микрометров наверное я объяснил вполне достаточно а в комментариях ты мне расскажи что такое допуск непостоянства диаметра будет и очень интересно почитать я уверен что вы знаете и обязательно мне напишите на этом все друзья я с вами прощаюсь подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки если не понравилось делитесь обязательно с друзьями в социальных сетях им тоже интересно пока пока